Пятый юбилейный фестиваль молодежной культуры православный Азов состоялся в станице Должанска. Уже традиционно слет приурочен ко дню крещения Руси и за годы своего существования перерос из однодневного в многодневное муниципальное мероприятие. В форумной площадке принимали участие около 150 человек молодежи Ейской епархии, были и представители других регионов страны, в том числе Ростовской области. Уже третий год подряд Должанка встречала участников фестиваля молодежной культуры православный Азов. Программа мероприятий настолько насыщена, что скучать было просто некогда. Дискуссионные площадки и викторины, круглые столы, интеллектуальный ринг, творческие вечера, исторические реконструкции, экскурсии, концертная программа арт-группы Ларго. Каждый нашел занятия по душе, новых друзей, ну и конечно отдохнул от городской суеты. Ведь здесь же, на берегу самого теплого Азовского моря, прошли состязания по велоспорту, футболу, волейболу, конкурсы и эстафеты в рамках темы православия и спорт, которая отлично вписалась в общую программу мероприятий и стала очень востребована молодежью. Принять участие в этом фестивале уже давно мечтали и ребята из Ейского клуба по месту жительства «Барс». Наш клуб первоначально был братством православных следопытов. И в этот отряд у нас входили в основном детки из малообеспеченных семей, детки-сироты. И вот мы занимались при храме. Сейчас эти ребятки подросли, возмужали. Как раз им уже наступило 16 лет, и мы уже вполне можем их привести на такой фестиваль, как православный Азов. Мы взяли ребят, не только тех, которые причащаются и ходят в храм, а взяли тех ребят, которые слышали от кого-то, где-то, но, к сожалению, их родители, бабушки, дедушки, допустим, не водили в храм. И мы их взяли для того, чтобы они, побывав в этой атмосфере, почувствовали, что это такое, чтобы они приблизились к Богу. Вот сегодня у нас часть тех ребят, которые никогда в жизни не причащались, сегодня они идут на исповедь и причащение. То есть я думаю, что вот такие фестивали, они очень важны не только для тех, кто уже глубоко верующий, но и для привлечения молодежи, чтобы не побывав в этой среде, и могли тоже прийти к Господу. Помимо военно-патриотической работы, изучение истории военных дисциплин соблюдают в клубе и христианские традиции. Мы с ребятами накануне праздников, накануне Дней подсчитания святых всегда проводим с ними лекции, беседы с батюшками, рассказываем, проводим викторины, чтобы они лучше запоминали, потому что когда они пишут, естественно, это в памяти лучше остается. Так и сегодня по окончанию службы наши ребятки будут проходить викторину игры на эту тему. Программа фестиваля расписана по часам и началась она, конечно, с общего молебна. Очень важно, чтобы мы с вами научились жить в такой большой, хорошей, дружной семье. Это очень важно. Чувство локтя должно присутствовать всегда и у каждого человека. Поэтому поддерживайте. Ну и, конечно же, в первую очередь, обязательно это послушание. Разбив лагерь и пообедов, у всех появилась возможность отдохнуть с дороги и познакомиться поближе. И что, как ни наше теплое, Азовское море лучше всего может снять усталость и придать сил. Благосклонна была и погода, подарив солнечные и практически безветренные дни. А уже после ужина началась свою работу дискуссионная площадка. Уроки столетия, где ребята узнали много интересных фактов из истории, начиная с 1917 года и до наших дней. А на спортивной площадке уже шел турнир по бляжному волейболу. Мальчишки и девчонки, сформировав команды, быстро нашли общий язык. И даже своего болельщика. Первый день подходил к концу. А ребят еще ждал творческий вечер православной песни и поэзии. Всякое дыхание дославит Господа. Ребята читали стихи, пели, показывали реконструкцию исторических событий. Присоединился к талантливой молодежи и отец Георгий из Ейского благочиния. Только слышу, как спускаются на крыши люди, лежа высшие. Что не ново, они несут нам слово. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. На своем языке ребята говорили и о проблемах интернет-зависимости у молодежи. И чем опасно погружение личности в виртуальный мир. Сейчас все по-другому, живем и по-иному. Виртуальная реальность рушит нашу основу. И ты погряз в нее полностью с головой. Из нее нет выхода, ты уже сам не свой. Вечерней молитвой закончился первый день фестиваля. А уже с самого утра следующего дня ребята приняли участие в обучающем семинаре Лига дебатов. Данный проект направлен на воспитание грамотной молодежи, политически подкованной молодежи. Молодых людей, которые осознанно, не боясь чего-то или кого-то, могут и способны выражать свою точку зрения. Внимательно слушать собеседника, правильно формулировать свою мысль и грамотно ее излагать. Концентрироваться в критических ситуациях учили интересующуюся этой темой молодежь. Политические дебаты, развернувшиеся на форумной площадке, затрагивали самые наболевшие темы современности. Я премьер-министр команды правительства. Эта повата считает, что для лиц, не достигших 14 лет, нужно полностью запретить доступ к социальным сетям. Ограничение регистрации в социальных сетях лицам, достигшим 14 лет, это неправильно со стороны государства, так как социальная сеть это свободная платформа, а по Конституции Российской Федерации запрещено присягать на свободу людей, свободу слова, свободу общения. Как бороться и избежать террористических актов? Как уберечь молодежь от негативного влияния со стороны? Как расширить круг прав людей с ограниченными возможностями? Еще многие другие темы затрагивались в ходе дебатов. Кто из участников был убедительней, решали общим открытым голосованием. Здесь же прошла и теплая встреча ребят с актером московского художественного театра Олега Табакова Павлом Ярлыковым, на счету которого и роли в фильмах. Расплата, наружное наблюдение, три дня лейтенанта Кравцова, мурка, колофутбола, сериали «Универ» и других. Я поступил на курс к роману «Козаку». Это ученик Олега Ефремова, Алла Борисовна Покровская. Я не думал об этом, я учился, просто и все, получал профессию. Но потом, когда я столкнулся со Словом Божиим, я понял, что этой профессией я могу, ну как сказать, мне же Господь дал этот талант, значит я могу этой профессией продвигать дело Божие. Мы сейчас делаем спектакль «Молитва матери» называется. Вот это современное произведение, впервые оно ставится. Чтобы немного познакомить молодежь с актерским делом, небольшой группе участников предложили сделать несколько простых упражнений, которые тренируют память, внимание, чувство ритма и воображение. У нас 11 человек, да? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Мы стоим, делаем квадрат. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Первый пятому. Пятый десятому. Десятый второму. Даже после такого, казалось бы, несложного упражнения, ребята убедились, насколько это непросто. Держать ритм и быть внимательным одновременно. А еще говорили о ролях в съемочном процессе и талантов, которые необходимо развивать. Напоследок ребята подарили гостю музыкальный подарок. Ты звезда моя, ты зая моя, ты луч света в жизни земной. Параллельно шла работа тематических спортивных площадок, а после обеда проведен круглый стол на тему православия и спорт. Ребятам рассказали и наглядно показали, как развивался спорт и какова была участь в нем православных христиан. Затронули и тему любимых развлечений римлян в знаменитом амфинтеатре Колизей и лично царя Нерона. Уже вечером каждый выбрал для себя отдых по душе. Кто-то дал предпочтение морю, а велолюбители приняли участие в соревнованиях по прохождению дистанции, на сложность у которой хорошо постарались организаторы, оборудовав препятствиями и сделав рвы. И так на довольно неровной песчаной поверхности территории. Возрастных ограничений не было, учитывали и мастерство участников, и скорость прохождения дистанции. Полный впечатлениями день закончился, как всегда, вечерней молитвой. Хотелось бы, чтобы и завтрашний день прошел в нашем правильном русле. Завтра у нас с утра предстоит богослужение, поэтому я хотел попросить вас сейчас достойно подготовиться к богослужению. Не только тем людям, не только вам, ребятам, кто будет причащаться, но и тем, кто просто будет присутствовать на богослужении. Что же может быть лучше для завершения такого насыщенного эмоциями третьего дня фестиваля тихой, теплой ночью? Конечно же, живое общение возле костра. И тем, как всегда, предостаточно. Но снова и снова все возвращается к правильному воспитанию детей и откуда появляется присыщенность в жизни. В день крещения Руси, когда отмечается память равноапостольного князя Владимира, в Свято-Троицком храме Станицы Должанской прошла миссионерская божественная литургия, на которую прибыли и участники фестиваля православный Азов. Равнопостольный князь Владимир пошел против многих мнений. Как Господь, когда отошел против многих мнений фарисеев, книжники обличали его, он все равно пошел и нес этот свет. Для души нужно именно православие. Православие не только говорит, не делает того или чего-то, не запрещает. Православие – это праздник каждый день. И этот праздник видит, который свою душу открывает для Бога, который ищет Бога. Вместе с прихожанами храма участники православного фестиваля имели возможность познакомиться со святынями храма и новомучениками, служившими в Станице Должанской, присоединиться к духовному миру христианского богослужения, послушать и поучаствовать в песнопении, покаяться на исповеди и причаститься, чтобы начать свою жизнь с чистого листа, без греха. В день Крещения Руси участники фестиваля присоединились к акции «Между прошлым и будущим», в рамках которой познакомились с историей образования Станицы Должанской, памятниками архитектуры, бюстами и скульптурами, основными историческими событиями, коснувшимися поселения. Историческая тематика была развита и после сытного обеда по прибытию ребят на территорию слета, на форумных площадках фестиваля. Вновь работала дискуссионная площадка «Уроки столетия», а святой благоверный князь Александр Невский стал темой интеллектуального ринга. Но особое впечатление на всех оказала историческая реконструкция. Здесь же провели мастер-классы по владению оружием. После встречи и пастырского общения участников форуму с руководством Ейской епархии каждый получил в подарок благословенную и священную икону Святой Богородицы Азовской. А вечерняя программа мероприятий завершилась концертом талантливого трио-арт-группы «Ларго», который уже второй год подряд радует участников фестиваля «Православный Азов» своим творчеством. Пусть будет жизнью у вас только свет, и в Божьей любви душа доживет. Для веры, спасения и вечного света живите на многое-многое лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова